Доброе время суток, уважаемые моделисты! Позвольте сегодня представить обзор содержимого коробки очень интересной модели фирмы Model Suite от украинской фирмы самолет Amphibia Berif B12. Это абсолютно не рекламный обзор, так как модель, по слухам, уже снята с производства, но модель самолета очень интересная, поэтому позвольте вам ее представить. Сейчас я вам сделаю включение в виде 10-минутного ролика об истории создания самолета. Он очень интересный. А потом перейдем к столу, к просмотру коробки. Спасибо! 1954 год. В Соединенных Штатах Америки спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка «Ноутилус». По своим характеристикам она значительно превосходила дизельных предшественников. Спустя пять лет США создали новую атомную подводную лодку класса «Джордж-Вашингтон». Она несла на борту баллистические ракеты с ядерными боеголовками и могла произвести пуск, не всплывая на поверхность. С появлением у американцев атомных субмарин для советской морской авиации как никогда актуальной стала противолодочная оборона. Военно-морскому флоту СССР требовался самолет, способный обнаружить субмарину противника и в случае необходимости уничтожить ее. В середине 50-х годов морская авиация Советского Союза для борьбы с подводными лодками противника имела на вооружении один тип специализированных самолетов. Это были летающие лодки Бе-6, разработанные и построенные в середине 40-х. Для того времени они являлись самыми передовыми морскими разведчиками. Но с появлением на океанских просторах нового типа субмарин, атомных, возможностей Бе-6 стало недостаточно. Попытка модернизации к значительным успехам не привела. При всех своих достоинствах самолет мог выполнять либо поисковые функции, либо ударные. А военным требовалась машина, способная решать обе задачи. В Советском Союзе темой гидравиации традиционно занималась ОКБ морского самолетостроения под руководством Георгия Бериева. В марте 56-го перед ним поставили задачу создать новый самолет для поиска и уничтожения подводных лодок. Георгий Бериев отлично понимал всю важность противоводочной авиации для обороны страны. Еще до официального постановления он вместе со своим коллективом в инициативном порядке занимался разработкой подобной машины. Поэтому Бериев достаточно быстро представил на рассмотрение эскизный проект самолета-амфибии под обозначением Бе-12. Он был одобрен правительственной комиссией для дальнейшей разработки. В июне 60-го был построен первый опытный образец. А в октябре того же года он совершил свой первый полет. После всесторонних испытаний в Таганроге развернули серийное производство машины. Самолет-амфибия Бе-12 Экипаж 4 человека Силовая установка 2 турбовинтовых двигателя АИ-20Д С суммарной мощностью 9360 л.с. Максимальная взлетная масса 36 тысяч килограммов Максимальная скорость 550 километров в час Практический потолок 12 тысяч метров Дальность полета 4000 километров Вооружение Различные торпеды и авиабомбы Общей массой до трех тонн На первый взгляд Внешний вид нового самолета Повторял компоновку своего предшественника Бе-6 Но это только на первый взгляд Во-первых, масса и размеры Бе-12 были значительно больше Во-вторых, новая машина принадлежала к классу самолетов-амфибий Его предшественник Бе-6 принадлежал к классу летающих лодок Это означает, что он мог взлетать и садиться только на воду Для транспортировки у него было съемное шасси Оно, например, позволяло перевести самолет от стоянки до берега А дальше шла достаточно непростая процедура демонтажа На самолете амфибии Бе-12 установили убирающееся в фюзеляш шасси Оно позволяло машине как взлетать с сухопутных аэродромов Так и садиться на них Убрав шасси, самолет мог использовать для взлета и посадки Водную поверхность с максимальным волнением до трех баллов Такое конструкторское решение значительно расширило возможности базирования Бе-12 По сравнению с предшественниками К тому же новый самолет был менее зависим от метеоусловий Бе-12 оснащался специальной системой дозаправки С ее помощью машину можно было заправить топливом Прямо в море от подводной лодки или танкера В качестве силовой установки на Бе-12 Установили два двигателя АИ-20Д конструкции Александра Ивченко К тому времени они хорошо зарекомендовали себя на транспортных самолетах Ан-8 Суммарная мощность этих двигателей составляла более 10 тысяч лошадиных сил Бе-12 разгонялся до 550 км в час и преодолевал расстояние в 4000 км Для поиска субмарин противника на самолете разместили радиогидроакустическую систему БАКУ Она включала в себя комплект из 18 буев и приемное устройство Система позволяла обнаружить подводную лодку Идущую на глубине 50 метров при удалении от буя до 6 км Процесс поиска происходил следующим образом С летящего самолета в море на парашютах сбрасывались буи Попадая в воду, они начинали следить за различными шумами Отыскивая среди них звук винтов субмарины противника Все полученные данные передавались на борт самолета Также для поиска субмарин в хвосте Бе-12 установили специальный прибор Магнитометр Поиск подводных лодок магнитометром АПМ-60 Осуществляется на высоте 100 метров над водой При скоростях полета до 450 км в час В районе нахождения подводной лодки Происходит возмущение местного магнитного поля Земли Который воспринимается магнитометром И регистрируется самописцем на пульте управления и индикации Продолжительность поиска на удалении 800 км 3 часа 15 минут Но мало найти противника По нему еще нужно нанести удар, не дожидаясь, пока подойдет подмога Для этих целей Бе-12 мог нести разнообразное вооружение Торпеды Мины Глубинные бомбы с обычным или ядерным зарядами С появлением новой машины Вероятность обнаружения и уничтожения субмарин противника Возросла на порядок За характерную форму крыла и длинный нос Бе-12 Получил прозвище «Чайка» Хорошие летные характеристики Позволили установить на Бе-12 более 40 авиационных рекордов в классе гидросамолетов Среди них рекорды по скороподъемности, высоте и дальности полета Отличные амфибийные качества позволили создать на базе Бе-12 отдельный вариант самолета Морской спасатель Он стал известен под обозначением Бе-12ПС От прототипа спасатель отличался обширным люком Предназначенным для приема пострадавших Самолет мог принять на борт 33 человека Еще одна модификация Бе-12П Вместо штатного оборудования на него установили три бака общей емкостью 6000 литров А также систему забора и сброса воды Таким образом самолет из противолодочного превратился в противопожарный Заправка такой машины водой могла осуществляться как на аэродроме, так и на подходящем водоеме Во втором случае самолету достаточно было глиссировать по водной поверхности на скорости 120 км в час При таком методе полная заправка баков занимала около 50 секунд После этого самолет мог тушить пожар на расстоянии до 100 км от водоема После сброса воды процедура при необходимости повторялась Бе-12 более 10 лет серийно строился в Таганроге Всего было выпущено 143 самолета различных модификаций Бе-12 долгое время состояли на службе Советского военно-морского флота Самолеты официально сняли с вооружения в 1992 году Но несмотря на это, некоторые машины еще продолжали эксплуатировать в частях до полной выработки ресурса Ну что, я надеюсь, фильм вам понравился Давайте перейдем теперь к модели Стандартная коробка, стандартная красивая коробка фирмы ModelSuite Баковики с вариантами окраса Камуфляжа самолета Здесь фотографии прототипов Ну и здесь, соответственно, сам прототип Длина модели составляет 418 мм Масштаб, я не сказал, что 1 к 72 Количество деталей 248 Размах рельев 414 Смотрим, что внутри Инструкцию пока я уберу, чтобы она не отвлекала Большой пакет Начнем с фюзеляжа самолета Модель в сборке, я думаю, будет сложная Так как это литье низкого давления Выпускается данная модель в маленьком тираже Для наших юных моделистов модель не пойдет А для профессионалов, ну и очень даже Так, открываем пакет Смотрим, что у нас предлагает нам производитель А производитель предлагает много-много всяких клетников Так, крыло Верхняя часть, нижняя часть Смотрите на расшивку На неплохая Утяжен я не вижу Облоя тоже нет Зашивка глубокая Хорошая На данный момент В России Осталось всего 10 А вернее даже 9 Самолетов Бе-12 И один самолет есть на Украине Акипаж человек составляет 6 человек Второй пакет Открыли Слетниками И смотрим Вот так вам размажу Смотрите, что У нас есть Большое количество мелких деталей Совсем вот на этом витнике Работы много Будет при сборке Ну, зато результат будет хороший И интересно Модель не дешевая Стоит она около Могу ошибаться Трех с половиной тысяч рублей Ну, или стоило По ледникам По пластику Все Что нам есть Что у нас есть Дополнение К модели Какие интересные Вкусняшки А это Ну, пластиковые детали Прозрачные детали Два ледника Остекление кабины Остекление кабины Для остекления кабины Есть набор окрасочных масок Что очень прекрасно Есть небольшая плата Фототравление Фототравление Тоже прекрасно Это еще не все Резиновые шасси Очень хорошего качества С протектором Резина Прекрасно Декаль Переходим Декаль Она у нас На два варианта Самолета Это ВВС Украины И ВВС СССР И посмотрим Что у нас В инструкции Цветная Прекрасная Брошюра На трех языках К сожалению Уже нет русского Но есть украинский Английский И французский Краски Используемые В наборе Для Самолета Для крас самолета Под фирму Хамбрал Ну и просто Название краски Ставили Содержимого Набора Летники Все показаны Видите печать Очень здоровская Набор окрасочных масок Декаль Отравление Резиновые Колеса Сборка Пошла В 3D Проекции Вот такой Самолет Получится У нас Здесь Первый вариант Это Бе-12 Как я уже сказал ВМС Украины И на Последней странице Бе-12 ВМС СССР Довольно Достойный набор Довольно Достойного Самолета Так что Если найдете Приобретайте Для вашей коллекции ВО А Я с вами прощаюсь Спасибо за внимание Увидимся Пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...